Утро начинается с кофе и шоколадки. Доброе утро! Всем привет! Добро пожаловать в Волокна-Пару! Задали вопрос, какой окрас у нашей собаки. У нашей собаки очень оригинальный окрас. Я думаю, что любая женщина ему может позади. Мы всегда с Аней говорим, что вот природа. Ну не природа, а селекционеры вывели такой окрас. И окрас по телу собаки абсолютно разный. Вот смотрите, у нее такая рыжая голова получается. Солнце мое! Раньше, мне кажется, это уже сейчас от возраста, Басик, дай сюда голову, от возраста у нее посветлела вообще шерсть. А здесь у нее раньше была такая яркая-яркая рыжая полоса. И все нас спрашивали, вы ее красите? И дальше, вот смотрите, лапки у нее тоже такие же, да басюля, такие же светленькие. А по телу шерсть, платиновый окрас у нее называется, растет сначала черной. То есть, когда собака на лысо, так сказать, подстрижена, она черный окрас имеет. И потом, через какое-то время, к концам появляются вот эти вот платиновые концы. Сегодня у нас такой домашний день. Ой, а что ж так темно-то? О, так лучше. Вчера я опять поздно легла. В конечном итоге, не помню, опять, по-моему, в 5 утра. И, соответственно, сегодня не так уж рано я встала, и я не успела помыть окна. Ну, в принципе, и хорошо, потому что в середине дня пришло предупреждение, что у нас сегодня 15-17 метров в секунду. Я не хочу на ветру стоять и там ветер плюс 7 мыть окна. Но я сегодня собрала изголовье, наконец-то! Те, кто ждал изголовье... Сейчас я вам вам покажу. Ну, мне кажется, я так морально устала от того, что я собирала кровать, что я никак не могла подойти к изголовью. Плюс у меня после Нового года два раза защемляло позвонки, а там надо все поднимать. В общем, наконец-то оно собрано. Но сейчас я вам про но тоже расскажу. Вот оно красивое. Я проветриваю кровать. Я ее заправляю иногда полностью, а иногда просто проветриваю вот так. Ну, а этот... Делаю, в общем, одеяло. Вот изголовье. Вот оно. Вот оно. Оно никак не крепится к кровати. Ну, я, в принципе, так и предполагала, что к кровати оно никак не крепится. Ну, смотрите, у меня здесь такая речка деревянная. Сначала я думала, что я потом прикручу кровать к стене, потому что я пока еще точно не знаю, как у меня встанут остальные вещи по стене, и хотела потом уже прикрутить. Но теперь я уже понимаю, что я ничего не прикручу, потому что рейка просто не даст вплотную к кровати прикрутиться. На данный момент кровать стоит на коробках. Вот там поставлены коробки с... Ну, там не книги, там журналы, которые хранятся у нас в коробках. Вот. И на этих коробках стоит вот это изголовье. Вообще оно достаточно удобно. Оно удобнее, чем то, которое было раньше. У меня было изголовье, которое... Ну, оно было вот примерно такой... Ой. Оно было примерно вот такой высоты. И выезжали тумбы. Так гораздо удобней получается. И пока что я выставила вот так подушки. Ярко так на белом фоне получилось. Мне очень нравится. Потихоньку комната будет приходить в какой-то вид. Вот. Сейчас еще решим по поводу того, что... Как вот здесь все будет стоять. И... Ну, я постепенно, конечно, снимаю здесь на влог на пару. Но я могу отдельно, там, ну, красивенько как-нибудь, даже, может быть, без слов, без объяснений, снять это и на другой какой-нибудь канал, если вам это будет интересно. Вот. Я даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Изголовье собрано! Ура! Да, вот спросили, продолжаю ли я вести ежедневник. Действительно, давно не показывала. Ну, потому что не всех это интересует. И, в общем, я думаю, все одно и то же как бы происходит. Вот. Следующая неделя. Еще даже недоклеенная. Вот здесь нужно вклеить еще какие-то, ну, вот, типа такой клеточки. Вот. И что я хочу сказать. Некоторые недели я, конечно, пропускаю. Вот, например, с конца марта до 16 марта, 16 апреля у меня были пустые, без картинок странички, потому что некогда просто было даже их клеить. И, вы знаете, прям чувствуешь себя уже как-то неуютно и как будто чего-то не хватает. В общем, как-то я уже привыкла к введению ежедневника в таком цветном виде. Мне очень нравится, потому что у меня там три раздела. Какие-то мелкие дела, что-то важное сегодня и что важно сделать. Ну, важное сегодня – это что произошло там, я не знаю, помимо мелких дел и какого-то одного-двух больших серьезных дел. Там, например, прогулка какая-то, например, в магазин сходили, что-то купили. И еще мне нравится, что есть раздел, в котором можно записать, какие сериалы посмотрели в этот день, или там фирмы какие-то. Ну, в общем, вот все как бы на своих местах, и мне это очень-очень нравится. Ну что, пришло время чая. Уже традиционно, по-моему, по воскресеньям мы с вами вместе готовим чай. Мама будет, как обычно, черный с лимоном. А я не знаю, какой я буду. Я еще не решила, какой я буду чай. Вот. Ну, у меня большой выбор чаев. Я не знаю, кто-то помнит, кто-то уже не помнит. Мы покупали много чая. Сейчас покажу. Ну вот, на данный момент у нас остались Tess Pleasure, Tess Orange, 12 трав Milford. Их никто не пью. Я пью. Не, ну я все равно периодически пью чай. Виноград. Что-то у меня от этого чая не очень хорошо. Не хочу его больше пить. Так, дальше. Вот у нас Ticain, который нам прислали. Остальной еще в заначке. Это яблоко карамель. Тess Банановый сплит остался. О, может я зелененький чаек попью, кстати. Что-то я давно его не пила. Это, ну в общем, вы видите, какие-то лесные ягоды. Вот. Лимонный бисквит, Тess. Ну-ка, идите сюда. Вот. У меня есть пинаколада. Вот я пинаколаду сейчас попью. Ням-ням. Пинаколаду с сахаром сейчас попьем. Это малина с лаймом. Вот это очень вкусно. Надо поближе его поставить. Шоколад с мятой. Никак я его не могу допить. Что-то он как-то не пошел мне. Тропический закат. Вкусненький Гринфилд. Вот этот я очень чай люблю. Пока вот этот тропический закат стоит уже, по-моему, два года, я уже три или четыре или пять упаковок вот этого выпила. Вот. Все, что осталось. Для мамы я отрезаю внушительный такой, ну он просто сам по себе маленький, но толстый кусочек лимона, сахар. И все это вот так вот перетираю. Пока я перетираю, я хотела вам рассказать. Я вот так вот все время делаю маме чай. Говорю, мам, мне точно нужен мадлер. Что мама сказала? Что надо тебе? Я говорю, мне точно нужен мадлер. Вот этот вкус непонятный. Нет. Что ты мне ответила тогда? Не ругайся. Она говорит, не ругайся. Кто еще не знает, что такое мадлер, как мама? Мадлер это такая штука... Ты ему не рассказывала? Нет. Никто не узнал, потому что я это вывез. В общем, это такая штука, как пестик, для того, чтобы перетирать специи или там еще что-нибудь. Только на конце этого пестика, ну чаще всего они металлические, либо пластиковые, либо там еще какая-то такая, ну как шипы, в общем, на шлепка. И очень легко перетирать сахар там с ягодами или зелень там перетирать очень хорошо. И в том числе и лимон. Вот. Все. Сок лимон дал. Все перетерли. И сейчас уже вскипять чайник. Чай заваривается. И пока чай заваривается, правда, это, наверное, нужно маме вам рассказывать, а не мне. Вот, мама уже сменила все полотенчики. Мне так нравятся эти ананасы. Вообще золотые ананасы. Мне просто безумно нравятся. И в шкатулочках. Вот такое. Это все из H&M. Вот такое полотенце, тоже золотистое. И еще у нас есть вот такой фартук, тоже с ананасами. Мы скоро пойдем спать. Мы несколько... Ну, давно, пару или три дня не говорили вам, какие сериалы мы смотрели. У нас закончились сериалы по плану. У нас есть план. Какой план? Ну, в общем, все сериалы остальные. Ждем, когда они закончатся в мае, в конце мая. И не смотрим их. Басик, что ты хочешь? Угу, что ты хочешь. Мы посмотрели сейчас какой-то новый сериал «Доверие», «Траст». Он снят по, как это говорят, по реальным событиям. По реальным событиям. В США, Великобритания. Он играет старший Сазерленд. Драматический сериал. И он очень напряжен. Ну, знаете, такой... Тяжелый. Да. Драматически тяжелый. Чувствуется, что безысходный какой-то. Еще не все серии сняты. И мы вообще не понимаем, как можно снять несколько сезонов. Потому что, вроде, конец уже близок этой истории. И что-то вот непонятное. Я думаю, что это все-таки телевизионный фильм. В Дуане есть предположение, что это как бы на один сезон. Как «Большая маленькая ложь» мы смотрели. Но его продвели. Время закончилось. Ну, и поэтому мы решили что-нибудь более интересное. Ну, как бы легкое посмотреть. И Аня пальцем в небо. Ткнула. Ткнула. И попала. И попала на какой-то сериал, который является как бы... Спин-оффом. Ну, спин-офф так и есть спин-офф все-таки. Это называется спин-офф. Ну, в общем, он соединяется с «Анатомией страсти». Ну, помните, был спин-офф «Частная практика» от «Анатомии страсти»? «Анатомия страсти» я чувствую такой, этот, позвоночник. Сколько там, 12 или 13 сезонов? Он уже 13 сезонов уйдет. И на базе этого сериала еще крутят. Но «Скорая помощь» столько сезонов не шла. Вот. И теперь пожарная часть 19. Мы две, что ли, или три серии посмотрели. Да, бедный этот анестезиолог, он уже на хирургом выучился. Хирургию бросил, теперь пожарником стал. Черт его понес в эти пожарники, я не знаю. Не знаю. Они решили... Спин-офф, с кем будем спин-офф делать? О, пожарником будешь? Вообще непонятно как. Рядом не стояли. Нет, какой идиот пойдет в пожарники, если он хирург? Я не знаю. Я просто... Мы просто сейчас не смотрели уже два, наверное, с половиной. Или два просто сезона. Мне кажется, больше. Нет, по-моему, два сезона анатомии страсти, поэтому мы не знаем, что там конкретно с ним произошло. Ну, ничего так, он веселенький. Пока ничего суперплохого не случилось, такого грустного. Нет, не случилось. Но я вам и сразу сказала, это Шонда Райанс. Здесь люди спят друг с другом и умирают. Вот что происходит. Это краткое содержание 13 сезонов анатомии страсти. Ой, господи. Когда все это вот соображаешь, как с чем, что связано, смешно, ужасно. Да. Вот такие у нас... Как это? Кино-сериальные изыскания. Эпопеи. Да. Ну что, у нас первый холодный день закончился. Я сегодня даже видела снег за окном. Представляете? Что ты ему сказала? Я решила тебя не расстраивать. Я видела снег. Ты видела снег, ужас такой. В апреле я видела снег. Расстраиваю. Да. Будем продолжать? Ну, мне сегодня... Ну, сегодняшний день... Где-то опять до 20 уже. Да. Ну, все нормально. Все равно весна. Но она какая-то... Ну, не хочет... Эта зима нас отпускать. Прям, я не знаю. Ночью сегодня минус 2 будет. Ожидаемо. Так. Днем, по-моему, там плюс 8. Ну, а дальше уже к следующему вторнику 20 градусов. Так что мы все равно победим. Ротфронт. 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 Как у вас прошло в воскресенье? Рассказывайте. Колитесь. Будем ждать от вас. Как вообще выходные прошли? Ну, и, конечно же, кто любит понедельники? Да. Тоже напишите нам. Мы любим понедельники. Любите вы смотреть вот эти спин-оффы? Или вы продолжаете смотреть один сериал и не смотрите ничего? А вот мы какие смотрели спин-оффы? Ну, вот я, например, смотрела Дневники вампира и древний спин-офф. А вот помнишь, мы смотрели... А, ну, конечно, помнишь. От черного списка они решили. И мы что-то его не стали смотреть. Мы досмотрели его, а второй сезон я не знаю. В общем, любите вы эти спин-оффы? В общем, тебе что-то не очень нравится, насколько я понимаю. Мы ничего особенного не смотрели. Мы все равно любим понедельники. А обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Желаю вам доброго утра. С сегодня. И пока не ночи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok